Амурский легкоатлет Данил Тен и его тренер Галина Хритова награждены денежной премией. Специальные сертификаты им вручил руководитель регионального министерства спорта Дмитрий Кутека. Таким образом, спортсмена и его наставника отметили за победу на первенстве России в Челябинске. Разрешите мне от лица губернатора Амурской области, от лица правительства поздравить вас с этим великим достижением наших молодых перспективных спортсменов. Надеемся, что это только начало в его большой карьере как спортсмена и продолжение вашей карьеры как тренера. Денежные сертификаты на 40 и 20 тысяч рублей легкоатлет Данила Тен и его тренер Галина Хритова получили в знак признания своих спортивных успехов. Совсем недавно Данил выиграл золото первенства России в беге на 100 метровке. Ожидания были минимум призы. На первом месте расчета особо не было. Были на то основания. Но получилось так, что занял первое место. Кстати, эта победа в 2021 для Данилы не первая. Ранее он стал серебряным призером командной эстафеты 4 по 100 на первенстве России. А до этого чемпионом Краснодарского края среди взрослых и победителем юношеского первенства этого же края. Дело в том, что в последнее время Данил живет и тренируется именно в этом южном регионе, оставаясь при этом членом сборной Преамурья. Мы его направили туда. Есть такой договор между нашей школой и школой Краснодара. Конечно, наша школа неплоха на уровне Амурской области. Наша школа отличная. Условия все. Но там сборы. Это главное. Он приехал и сразу попал на сбор на один Кисловодск. В Кисловодске, знаете, наверное, что отличная база для всех видов спорта. После сборов попадает на соревнования. Сейчас Данил отдыхает после успешных соревнований. Но совсем скоро вновь приступит к напряженным тренировкам и выступлениям на беговых дорожках. Следующие планы – это, скорее всего, не на следующий год, но через. Это уже участвовать на международных стартах. Ну и Олимпиада тоже не за горами. Можно и зацепить ее. Евгений Вдовенко, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. В Благовещенске началась подготовка проектно-сметной документации по строительству крытого ледового катка. Объект разместится на территории Амурского госуниверситета. Его предварительная стоимость – около 280 миллионов рублей. Открыть каток планируют в 2023 году. Однако это не самый дорогостоящий из запланированных к строительству спортивных объектов. О наиболее амбициозном проекте рассказал министр спорта региона Дмитрий Кутека. В рамках национального проекта «Демография» региональный проект «Спорт норма жизни» на 2023-2024 год запланировано строительство физкультурно-зрительного центра региональной собственности. Порядка 650 миллионов рублей стоимость проекта. Большая часть денег – это федеральное финансирование. Порядка 337 миллионов рублей. На сегодня мы ищем инвесторов, которые могли бы в рамках государственного партнерства зайти на этот объект. Земельный участок определен, так называемые Чигиринские поля, сразу практически за областной больницей. Большой спортивный объект с универсальным игровым залом, 700 посадочных мест, тренажерный зал, медицинский центр. Поэтому такое большое спортивное учреждение для того, чтобы, во-первых, мы могли проводить мероприятия достаточно высокого уровня, начиная от дальневосточных и всероссийских. Могли усовершенствовать чем-то трерочный процесс, ввести дополнительные направления детских спортивных школ. 25 июля финишировал первый круг футбольного первенства Дальнего Востока среди юношеских команд. По его итогам, футбольный клуб «Благовещенск» укрепил свои позиции, заняв место на верхней строчке турнирной таблицы в роли единоличного лидера. В рамках девятого тура «Благовещенская» команда играла на выезде с клубом «Сахалин». Матч проходил при полном преимуществе «Амурчан». Минимальная победа «Благовещенска» 1-0 не отражает происходившего на поле. Гости имели много возможностей для поражения ворот, однако то их подводила неточность в завершении атак, то удачно играл голкипер Островитян. Плюс к этому несколько раз мяч попадал в каркас ворот. Единственный точный удар в матче нанес Степан Глотов после этой победы в активе «Благовещенска» 21 очко. При этом, в отличие от конкурентов, у наших ребят есть еще одна игра в запасе. А вот второй представитель преамурия команда «Белогорец» после первого круга пока так и не имеет набранных очков. И на этом все. Смотрите программу в социальных сетях на нашем официальном сайте в эфире Амурского областного и общественного телевидения России. Будьте в спорте и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok